Здравствуйте, это Илья Алиин и мое новое видео Хочу сразу сказать, что это видео я записываю в домашних условиях с использованием штатива на камеру которую я недавно приобрел в интернет-магазине Это камера Sony Alpha 3000 Это я говорю для того, чтобы вы смогли оценить качество камеры, качество записи данного фотоаппарата с функцией видеокамеры А расскажу я вам сегодня о вот этой вот другой камере, это экшн-камера от компании Samsung К сожалению, уже снята с производства Маркировка ее Она была раньше у меня на моем канале, но потом я ее снял потому что там не было никаких комментариев Теперь я сделаю видео с комментариями специально для вас Эта камера относится к классу экшн-камер от Samsung По разрешению относится к HD-камере Эта камера является защищенной То есть она позволяет вам снимать в таких условиях, где съемка может быть просто опасна для вашего оборудования Например, вы можете снимать где-то в горах, где-то на лыжах где-то там в качестве прыжка с парашютом когда вы прыгаете с парашютом вы можете это сделать То есть эта камера настолько маленькая, настолько удобна и быстрая, что вы можете ее использовать в любых условиях где есть угроза допустим угроза более серьезной какой-то фото-видеотехники Значит она внешне вот так если посмотреть, ну очень похожа на мобильный телефон Кстати, это мне иногда выручает когда съемку вести нельзя я просто-напросто делаю вид что я разговариваю по мобильному телефону вот эту сторону прикладываю к уху а вот этой стороной как бы она снимает и никто ничего не знает даже люди не подозревают что я их снимаю это очень удобно Значит управление у нее несложное во-первых надо сказать о корпусе корпус у нее такой вот из такого пластика сделан он как бы немножечко прорезиненный вот тут вот с боков вот спереди он явно пластиковый экран у нее обычный пластиковый такой очень приятный на ощупь задняя сторона у нее тоже пластиковая твердый пластик вы не пугайтесь что это пластик потому что вы знаете современные пластики твердые они могут могут особенно не уступать в прочности но превосходить другим корпусам там из какого-то тонкого металла но в другом плане превосходить их могут по способу воздействия на удар какой-то потому что металл может не выдержать или деформацию получить пластик этого не получит он просто сыграет и вернется обратно в свое состояние кстати вот у многих автомобилей сейчас современных бампера делают из пластика то есть бампер прогнулся разогнулся и все при этом ничего не не выходит из строя то что было бы с металлом и так ладно значит у этой камеры здесь всего 4 кнопки управления вот это клавиша меню это клавиша остановки либо паузы это клавиша воспроизведения это клавиша удаления файлов также есть центральный джойстик значит сверху и внизу это увеличение уменьшения телевидео и справа вот это включен режим подводной съемки то есть когда вы его нажимаете у вас появляется здесь я покажу вам маленькое такое вот значок водолаза предупреждение что надо позакрывать все отсеки камеры прочно и так далее чтобы они были чистые там уплотнители чтобы не песчинки не попало и тогда вы с камерой можете нырять значит производитель заявляет что с этой камерой можно нырять на глубину до 3 метров но буквально там на полчаса всего лишь ну в принципе вам это должно хватить вот то есть она рассчитана и на это с задней стороны находится объектив тут написано Full HD то есть действительно камера снимает в полном HD разрешении там есть 720 вот я снимаю на 720 есть 1080 на 1080 я тоже снимаю но я вам скажу что настолько большой поток видео идет что у меня компьютер не мощный он даже немножечко притормаживает поэтому я снимаю на 720 мне удобно значит здесь написано BCI SMOS сенсор сверху ну вам наверное видно будет это получше оптика внизу написано F равно 3 четвертых миллиметра F точка 2.2 я признаюсь не готов вам сейчас рассказать что это за параметры но специалисты меня поймут вот здесь есть маленькое отверстие для микрофона кстати должен сказать что микрофон на всех камерах Samsung достаточно чувствительный у них эта область не хромает в принципе и сама камера тоже ничего так здесь есть кнопка включения вот она нажимаете на нее просто очень легонечко вот и она сразу дает такую вот анимацию сразу происходит как бы готовность к съемке то есть видите прошла буквально одна секунда она полностью готова к съемке значит если вы перегружаете файлы или подзаряжаете эту камеру то у вас горит вот этот индикатор CGH он горит красным цветом если у вас идет зарядка активно если камера зарядилась он переходит на зеленое свечение камера имеет функцию отключения если вы здесь стоит таймер на выключение если вы не пользуетесь более 5 минут но этот таймер можно и выключить значит здесь обозначение то что это камера вот видите такую индикацию здесь она определила это как искусственный свет здесь время которое готово для съемки 256 минут это при 720 качество 720 и разрешение и карта памяти 256 ой извиняюсь 16 гигабайт ну и соответственно значок готовности стендбай знак аккумулятора и вот здесь значок HD так она в видеорежиме теперь пройдемся по меню значит вот кнопка меню мы ее нажимаем вот видите вот появилось разрешение 720 на 30 но это 30 кадров я так понял это 1080 или 1800 дальше вот это 1800 это фил HD а это просто HD оно не стоит в режиме HD поверьте этого вполне достаточно значит здесь различные виды съемки то есть вот это обычные виды съемки виньетир рыбий глаз ретро классика негатив и так далее так значит это подсветка но я так понимаю что это подсветка сенсора видеокамеры вы знаете честно скажу еле-еле она на что-то влияет то есть в принципе эта функция не такая уж и значительная я бы сказал что можно и без не обойтись да и вообще зачем снимать ночное время функция распознавания лиц кстати работает весьма удачно то есть когда вы наводите на чье-то лицо или изображение или наводите на в поле зрения появляются лица то эти лица обводятся красным квадратиком работать безупречно стабилизация ну надо сказать что стабилизация здесь тоже я бы сказал незначительная но в принципе если вы где-то там производите экшен съемку наверное лучше и воспользоваться этой стабилизацией потому что хоть что-то хоть что-то будет лучше то есть вы добьетесь лучшего изображения хотя вот если вы например этого не делаете то произведите советую вам советую вам не использовать стабилизацию далее настройки информация о памяти вот мы нажмем сейчас посмотрим вот видите написано свободно 14.1 гигабайт разрешение HD 720 на 30 256 минут ну соответственно вот показан диск используем на 618 мегабайт ну это там пару фотографий у меня есть так далее там ерунда значит выход это меню выходим отсюда заходим опять в меню значит здесь вот мы были номер файла настройка часов ну здесь все просто вот все параметры времени вы вставляете и так далее дальше показывает дату времени ну это когда на изображении у вас в правом в нижнем углу там показана дата и время когда производилась съемка и отключил яркость дисплея ну здесь просто две настройки яркий обычный у меня сейчас обычный стоит автовыключение ну тоже дисплея звуковой сигнал звук затвора автоматическое выключение ну то о чем уже говорил вот в принципе все настройки камеры значит мое мнение о камере очень да еще здесь есть фотоаппарат вот этой кнопочкой вы видите наверху вот большим пальцем показываю вы переключаете в режим фотоаппарата и вот тоже он показывает вам значок фотоаппарата дальше определил искусственное освещение ну и вы можете сделать 9729 кадров наводка на резкость неплохая весьма видите вот вот эта кнопочка в центре вы немножечко ее прижали немножко и пошла наводка на резкость она навелась все зеленый индикатор вы можете снимать ну и заряд батареи вот так же само там работает стабилизация значит в этом режиме снимок получится примерно 5,5 мегабайт вот теперь выходим отсюда значит хочу вам что сказать да вот тут вот место динамика отсюда выходит звук здесь вот такая вот есть дверца каретка мы ее сейчас откроем вот она открылась значит здесь карта памяти вставляется ну я надеюсь вам видно вот я попробую так показать она микро микро sd здесь разъем hdmi вот далее закрываем эту каретку закрывается тяжеловато далее вот здесь внизу крепление под штатив вот оно вот и здесь вторая дверца откроем ее значит это порт usb значит и также здесь аккумулятор через этот же порт происходит зарядка значит единственное что бы я сделал я бы вот здесь стоит папа а я бы сюда поставил маму почему потому что меньше подвижных частей было бы в камере и было бы неплохо так вот видите он немножечко такой вот подпружиненный то есть открыли закрыли всегда он как бы работает и поэтому ну сами понимаете чем меньше узлов чем меньше механизмов тем устройство надежнее работает вот значит я вам рекомендовал бы эту камеру потому что для экшен съемок я думаю что это очень удачный выбор потому что вот например я смотрел во первых у нее цена очень приемлемая я ее взял всего лишь до 1000 гривен в интернет магазине во вторых у нее она похожа на мобильный телефон то есть если вы будете ей так бы как бы скрытно снимать мало кто догадается что это у вас вообще камера в третьих она достаточно хорошо держит она очень быстрая в четвертых у нее нету никаких подвижных частей нету откидывающихся экранов ничего этого нету оптика конечно у нее вся электронная то есть здесь матрица и кстати у нее разрешение по-моему на четвертая матрица но там вы инструкции сможете сами почитать я не помню сейчас и оптики подвижной никакой нету то есть оптика диафрагма все это управляется электронно не механическая то есть оптики линз там подвижных никаких нету вот как у других производителей экшн камер но это камера которую вы в случае чего можете всегда спрятать можете быстро укрыть можете отбросить сторону то есть эта камера для экшн съемки очень удобная очень удобная поэтому как вот по мне то я бы вам ее рекомендовал вот ну в принципе это наверное все еще раз напомню что это была экшн камера от самсунга уже к сожалению снята с производства W200 я думаю что если вы постараетесь то где-то еще на складах ее можно найти но если вы ее не найдете советую вам обратить внимание на камеру более новую такого же типа они выпустили такую же камеру там есть еще одна по-моему 300 и я вам советую обратить внимание и попробовать ее потому что мне кажется что в этом сегменте они добились определенного успеха вот во всяком случае больших нареканий нету хотя я должен еще сказать камера собрана в Китае в подразделении Samsung и вы знаете бывало что у нее были ну то что вы выражаясь языком компьютерщиков глюки значит глюк этот выражался в чем она что-то со звуком там что-то со звуковым кодеком но она допустим как бы звук то тише становится то громче немножко становится то какие-то щелчки в звуке появляются ну я понимаю что это работа программного обеспечения но на записи это не отражается то есть это слышно только на воспроизведении вот в основном камера работает весьма успешно безупречно я вам честно скажу вот я например вы знаете вы находите сейчас на моем канале у меня есть канал на ютюбе и я эту камеру ношу всегда с собой то есть не бывает чего-то чтобы я вышел без нее то есть в любой момент времени я могу всегда ее достать из кармана мгновенно и произвести съемку а вы знаете что для чего-то нового чего-то оригинального это очень выгодно и очень удобно поэтому я вам рекомендую эту камеру сможете найти такую или кто-то будет продавать берите не пожалеете ну конечно желательно посмотреть как человек ее испытывал вернее как человек ей пользовался если конечно он бросал ее с девятого этажа то я думаю ее брать не стоит или она там надбитая разбитая а если человек просто ей пользовался она у вас работает нигде нету затеканий никаких аккумулятор нормально работает то берите смело я думаю что это будет хорошая покупка вот видите прошло 5 минут я ничего ей не делал и она сама выключилась я ее не выключил она дает такой приятный звук такой знаете как звук капля падающая вот и все на этом вот камера сейчас перешла то есть в принципе можно ее всегда оставить она сама выключится вот такое вот видео еще раз напомню что это была камера экшн камера от самсунг ветер про что значит всепогодная производитель заявляет о ее возможности погружения под воду до 3 метров на глубину на глубину до 3 метров не более чем на 30 минут это hd камера в принципе вот это все и еще запись я произвожу на фотоаппарат sony alpha 3000 со стандартным объективом разрешение 1080 заодно вы узнаете как пишет фотоаппарат это был Илья Ильин съемка производилась в домашних условиях всего вам доброго до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...